К другим темам. Насколько эффективно правительство распорядилось с доходом Мехакасии, обсудят через три недели в Верховном Совете. Президиум назначил слушания по бюджету прошлого года на 18 мая. А сегодня законодатели отметили свой профессиональный праздник – День парламентаризма. Обо всем по порядку наша рубрика о работе депутатов. Сразу два финансовых вопроса рассмотрел президиум на этой неделе. Сначала депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета Территориального фонда медицинского страхования. Расходы на медицину в 2022-м были чуть выше, чем годом ранее. При этом не все средства удается освоить. Так представитель ФОМСа Галина Алюхина сообщила о переходе денег, которые предназначались для выплат врачам за выявление онкозаболеваемости в ходе диспансеризации, с прошлого года на текущий. Сумма несущественна, но это вызвало возмущение парламентариев и решение разобраться в ситуации. Этим займется профильный комитет. К отчету Минфина об исполнении бюджета республики за прошлый год претензий меньше. Хакасия получила рекордные доходы – 56 миллиардов рублей, что позволило не только исполнить все социальные гарантии, но также усилить поддержку муниципалитетов и в 12 раз снизить коммерческую часть госдолга. Главная причина роста налогов – так называемая деофшеризация, в результате которой крупный бизнес заплатил в казну 17 миллиардов рублей. Выросли и другие поступления, в том числе благодаря работе по выявлению недвижимости и постановке ее на учет. Однако расслабляться рано, считает Владимир Штыгашев, и властям надо более эффективно тратить деньги налогоплательщиков. Проценты хорошие все, я бы сказал, даже очень позитивные проценты. Но проценты не должны нас успокаивать, поскольку структура налоговых доходов республиканского бюджета, она может меняться. 27 апреля в Верховном Совете отметили День российского парламентаризма. Он учрежден в честь начала работы Первой Госдумы в Российской империи. В Большом зале собрались члены молодежного парламента, молодые депутаты городских и районных советов, студенты. Именно они – будущее страны, уверен Юрий Шпигальских. Должна проходить смена поколений, смена лидеров. И лидеры появляются, воспитываются именно в этой среде. В среде, позволяющей понять роль и задачи парламента, роль и задачи органов государственной, муниципальной власти. С чего начинала законодательная власть на территории современной России, чем закончилась работа Первой Госдумы и какие вопросы решает Верховный Совет Хакассии – все это рассказали и показали собравшимся. Большая политика интересна молодежи. Ей хочется участвовать в принятии решений по улучшению жизни в стране и республике. Это помогло бы прекратить отток за пределы региона. Не находят себе здесь призвания, обо что-то бьются, может быть, какие-то двери не открыты. Верховный Совет, я думаю, полномочен создать такие условия для того, чтобы молодежь была здесь, с нами, в регионе и продолжала, развивала. И в дальнейшем, конечно, уже принимала участие в работе региона. Участники встречи поделились опытом работы в молодежных структурах при Федеральном собрании. У Хакассии есть свои представители и в Палате молодых законодателей при Совете Федерации, и в Молодежном парламенте Госдумы.